И переходим теперь к главной нашей аудитории, к девушкам, которые выехали самостоятельно, либо с семьями, либо с детками в чужой стране. Многие испытывают определенные неудобства, находясь, сейчас мы знаем, европейцы помогают тем, что расселяют в своих домах, вместе живут с семьями, и проживание вызывает у людей такие эмоции, что мешают другим людям жить. Очень сложно, я являюсь таким иждивентством, очень тяжело мне быть, мешаю их мирному укладу, мирной жизни, в общем-то, разность менталитета, обычаев, может, я им там принесу какие-то неудобства. Это тоже многие наши женщины, выехавшие, которые испытывают это, как вот с этим всем быть, и какая-то, может, у тебя есть обратная связь и опыт от иностранцев, которые принимают в наших условиях. Здесь важно чувствовать друг друга. Женщины, они очень чувствительные, и они понимают, что если кто-то им предложил жить в своем доме, значит, он чувствовал в этом потребность своей души. Почему возникают трудности? Потому что женщины не разрешают себе принимать помощь. У нас культура такая, что мы очень сильные, и мы должны все делать сами. Поэтому важно, прежде всего, повернуться к тому человеку, который тебя принял в свой дом, и сказать, я тебя благодарен. Я благодарен тебе за то, что ты сохраняешь мне жизнь. И разрешить другому человеку через поселение в своем доме, через заботу о вас, почувствовать нужность своей души, почувствовать необходимость и важность того, что они могут вам дать, подарить, привнести в вашу жизнь. Это сделает другого человека счастливым. Поверьте, если вы искренне от всей души благодарите. То, что разные ментальности, разные культуры. Очень важно вначале сесть и проговорить правила дома. Что можно, что нельзя. И обсудить вопросы, которые могут вызывать трудности. Кто, когда, где присутствуют. Кто, когда стирают. То есть обыкновенные организационные контракты по этому дому. И придерживаться этих контрактов. И через несколько дней провести согласование, все ли так. Либо есть что-то, что стоит изменить. Это поможет организовать ваш быт и вашу жизнь. Кроме того, понять, да, беженство это тяжело. И всегда это имело негативный оттенок. Очень многие люди, они сейчас используют не статус беженца, они используют временно переселенного. Даже эти два слова, они несут разный информационный смысл. Ты чувствуешь временно переселенном уважение к себе, чем в беженстве. Поэтому важно принять для себя решение, есть ли у тебя намерение вернуться обратно в страну. Потому что то, что я вижу сейчас. Люди, которые потеряли все, это понятно, почему они выезжают. Потому что больно увидеть разрушенные дома, разрушенные жизни. И вернуться обратно в этот траур. То есть в то, что уже похоронено просто под пеплом и огнем. Но не те, которые могут вернуться. Те, у которых мужья остались здесь. Понимаете, вы нужны там тоже, потому что то, что я слышала от мужчин, знаешь, что интересно? Они говорят, когда я перевожу свою семью за границу, я чувствую себя свободным. Я чувствую, что я могу решать вопросы. Я чувствую, что я решу какие-то проблемы. Когда они здесь, я безумно боюсь. Поэтому то, что вы находитесь за пределами Украины, это хорошо для ваших мужей.